В нашествии Батал Паши Генерал Герман Вторая турецкая война 1787-1792 годов, во время которой Турция еще живо чувствовала потерю Крыма, естественно, не могла не поставить вопроса об обратном его завоевании. При неудачах на Дунае Турции представлялось единственным возможным действовать для этой цели только с Черного моря до с Кавказских его побережий, а таким образом устье Кубани и крепость Анапа силой самих обстоятельств выдвигаются в тот момент Кавказской войны опять на первый план. К несчастью, выполнение мысли турок о нападении на Крым совпало с неудачной экспедицией Бибикова, которая поставила весь Кавказский корпус, расстроенный большими потерями, в решительную невозможность мешать приготовлением турок в течение всего 1789 года. Между тем, Батал-Паша, назначенный Сироскиром над всеми войсками для покорения Тавриды, деятельно готовился к открытию кампании. Турецкие десанты давно уже высадились на берега Черного моря, пятитысячные гарнизоны занимали Суджик, Анапу, сильный отряд при восьми орудиях расположился на левом берегу Кубани, около устья реки Зеленчук, где были развалины старого турецкого окопа Аджикале. И все кавказские народы призывались к единодушному ополчению против России. В то же самое время сильный турецкий флот с десантными войсками приближался к берегу Тавриды, и Крыму угрожала серьезная опасность быть атакованным с моря и суши. Но истребление турецких кораблей эскадры контр-адмирала Ушакова в Винникольском проливе дало иной оборот компании. Экспедиция в Тавриду расстроилась. Не имея возможности проникнуть туда сухим путем без содействия флота, Батал Паша решился обратить свое оружие на Кавказскую линию, рассчитывая, что нетрудно будет разбить остатки Кавказского корпуса, уцелевшей от экспедиции Бибикова, и затем, ворвавшись через южную границу в Россию, привлечь снова к атаманским бунчукам счастье, оставившее их на придунайских равнинах. Замыслы у Батал Паши были обширные. Он полагал, что при первых успехах его на Кавказской линии легко будет поднять всех мусульман, живущих под скипетром Русской империи, и что при этих условиях ему, возможно, будут отторгнуть от России древние татарские царства или, по крайней мере, распространять мятеж по Волге и Уралу до самой Сибири. Дела принимали серьезный оборот, а тут случилось, что назначенный на место графа Салтыкова новый командующий войсками на линии генерал Аншер де Бальмен, прибыл в Георгиевск болиным, слег в постель и не мог сам предводительствовать войсками. Обстоятельство это могло ослабить в действиях кавказских войск необходимое единство распоряжения. И действительно, как мы увидим, вся тяжесть борьбы с Батал Пашой пала не на весь кавказский корпус, а на один отряд генерала Германа, которому и принадлежит вся слава Батал Пашинского погрома. Генерал-майор Герман, собственно, Герман фон Ферзен, был родом саксонец, но носил русское имя Ивана Ивановича, и по своему уму, привычкам и образу жизни был чисто русский человек. Как выдающийся по своим способностям офицер, он еще под поручиком был назначен в генеральный штаб, и после Первой турецкой войны, давшей ему случай отличиться, на него возложены были важные по тому времени поручения, составить карты и военные обозрения русских границ с Польшей, с Финляндией, с Персией, а также по Уралу и Дону. В чине подполковника, перейдя в Кабаргинский полк, который отправлялся тогда на Кавказ, он является руководителем постройки Георгиевска и других редутов и крепостей по Моздокско-Азовской линии. Впоследствии он командовал на линии же Владимирским полком, а затем и бригадою. 14 лет, проведенных Герман на Кавказе, представляют собой ряд непрерывных экспедиций, походов в дел с неприятелем. Можно поистине сказать, что все это время он не выходил из огня, избираемый всегда для выполнения самых важных боевых операций, и его отвага вошла в поговорку между солдатами. За экспедицию Текеле в Анапу он был произведен в генералы и назначен командиром бригады, расположенной в Георгиевске и состоявшей из трех полков Кабардинского, Владимирского и Казанского. В этом-то звании и застало его нашествие Батал-Паши. Весь кавказский корпус, наскоро укомплектованный, чем только было возможно, двинулся к Кубани навстречу врагу тремя отдельными отрядами. Один из них, под начальством генерала Булгакова, стал между Кубанией и рекой Кумою. Другой, бригадира Бервица, упроченного копа. А третий, именно генерала Германа, расположился на самой Куме, при песчаном броде в верстах 60-ти от Георгиевской крепости. 22 сентября, как рассказывает Герман в своих записях, он возвратился из Георгиевска, куда ездил повидаться с умирающим графом де Бальменом. В лагере он застал всех в большой тревоге. Рассказывали, что Батал-Паша, сосредоточив под свои знамена до 50 тысяч турок и горцев при 30 орудиях, перешел в лаву и стоит уже на урупе. Это известие привез один из абадзинских князей, родственник подполковника Мансурова. Он сам видел Батал-Пашу и разговаривал со многими горскими князьями, съехавшимися в Турецкий стан, чтобы участвовать в походе на русскую линию. Из собранных им в турецком лагере сведений можно было заключить, что Батал-Паша намерен идти в Кабарду и рассчитывает на тайную помощь персидского шаха, который в то время стоял с войсками на Сунже и только ждал благоприятной минуты вмешаться в русско-турецкую расприю. Чтобы лучше следить за неприятелем, Герман в тот же день оставил песчаный брод и в два дневных перехода передвинулся к берегам Кубани. Все татарские аулы, встречающиеся на пути, были пусты, и это могло служить зловещим признаком, неизвестно было, передались ли жители неприятелю или ушли к русским. Сильные разъезды, высланные из отряда, ходили вверх и вниз по Кубани, но нигде ничего подозрительного не видели. Ночь прошла спокойно, а 24-го числа Герман, сделав еще реконсционировку окрестностей, стал на крепостной и возвышенной позиции у Кубанского редута. Здесь в первый раз услышаны были далеко за рекою неприятельские сигнальные выстрелы из больших орудий. Русские разъезды ходили за Кубань до Зеленчука, но далее проникнуть не могли, потому что везде встречались сильные неприятельские партии. Они видели большую пыль в долине между Большим и Малым Зеленчуками и дым сигнальных костров яркими звездами, светившихся по вершинам гор. Очевидно было, что неприятель приближается. Герман приказал трем отборным казакам пробраться ночью к турецкому лагерю и разведать, насколько возможно, о силах неприятеля. Казаки вернулись на свету и объявили, что главная турецкая армия стоит в верстаку 25 за Малым Зеленчуком, но что передовые отряды ее перекинуты за каменные горы и стерегут ущелья, обеспечивая открытый путь к Кубани. Как в этот, так и на следующий день в лагере происходило беспрерывные тревоги. Неприятельские конные отряды неоднократно подходили к русскому лагерю в верст на 10, останавливались, делали разведку и уходили. Опасаясь, чтобы неприятельный переправился ниже у каменного брода и не отрезал отступление к Георгиевску, Герман отодвинулся в верст на 15 назад и стал на реке под Пакли. На соединение с ним скоро подошла колонна Бервица. Таким образом, боевая сила отряда возросла до 3600 человек пехоты и конницы при шести полевых орудиях. И это было все, что русские могли противопоставить 50-тысячному полщищу. Отряд Булгакова находился в верстах 80-ти у прочного окопа, а весь кубанский корпус сосредоточен был на лабе и, как оказалось впоследствии, не имел даже сведений о нашествии неприятеля. 28 сентября утром разъезды прискакали с известием, что все неприятельские силы двинулись от Зеленчука к Кубани. В полдень турки переправились на русский берег реки и, остановившись у Каменного Брода, стали укреплять позицию. Между тем, Тахтамышские горы, через которые лежал их путь в Кабарду, остались почему-то не заняты ими. Все эти обстоятельства дали повод генералу Герману предположить, первое, что силы Батал-Паши не все находятся в сборе, иначе он не применул бы атаковать наш слабый отряд, не останавливаясь, второе, что, укрепляя Брод, он готовит себе свободный путь к отступлению, следовательно, трусит, и третье, что Тахтамышские высоты, оставленные им без внимания, свидетельствуют о том, что он или совсем не разумеет своего ремесла, или слишком самонадеянно рассчитывает на свои силы. Эти соображения дали генералу Герману решимость самому предупредить неприятеля в Тахтамышских горах и удержать их за собой до прибытия Булугакова, которому еще накануне сообщены были подробные сведения о движении неприятеля. Герман выступил в 10 часов вечера, но темная осенняя ночь, ненастья и отсутствие опытных проводников испортили дело. Отряд, по-видимому, хорошо знакомый с местностью, на которой он только что перед этим стоял лагерем, около месяца сбился с дороги и только под утро выбрался, наконец, конец к подпаклия. Продолжать движение днем было немыслимо, и отряд остановился в верстах в 10 от турецкого лагеря. Неприятель весь день занимался укреплением своей позиции и не трогался с места. Вечером замечено было, однако, некоторое движение по дорогам, ведущим на Белую мечеть. Но разгадать, в чем заключалось намерение неприятеля, было трудно. Двигаясь по этой дороге, он мог идти в Кабарду, оставив на куме сильный пост для наблюдения за русскими, мог отувать Георгиевскую крепость и мог, наконец, окружить русский отряд, отрезав ему все пути к отступлению. Во всяком случае, генерал Герман видел, что если Батал-Паша успеет захватить в свои руки верховья кумы и утвердиться у Белой мечети, то соединение его с кабардинцами будет обеспечено, и для Кавказской линии могут возникнуть серьезные опасности. Наступила ночь. Ожидая нападения, отряд не ложился спать. Разъезды ходили по всем направлениям, а кругом лагеря в траве лежали пехотные секреты. Шум неприятельского движения был слышен до самой зари и как бы указывал, что времени терять никак нельзя. Белая мечеть, этот узел дорог, расходящихся оттуда в Кабарду, Георгиевск, лежала от турецкого лагеря только на один переход. Положение, говорит сам Герман, в котором я находился, не могло продолжаться долго. Все приготовлено было к какому-нибудь важному приключению на этой границе, и все возвещало мне о его приближении. Сравнивая свой малочисленный отряд с теми силами, которые по слухам составили войска Батал-Паши, Герман видел ясно, что одна быстрота может доставить ему победу и положил немедленно ударить по туркам. Сталось витать. Я собрал, рассказывает Герман, своих сотоварищей и, объяснив им наше критическое положение, сказал, что я не могу ожидать прибытия Булгакова, а должен атаковать неприятеля немедленно, и что если я дам свободу Батал-Паше еще на один только день, то потеряю куму, а может быть и всю кавказскую границу. Решимость начальника сообщалась всем его подчиненным, и наступление решено было быть единодушным. 30 сентября около 8 часов утра тронулся авангард, составленный из 700 человек с двумя орудиями под командой опытного в боях и храброго майора князя Арбляани. Он имел приказание занять командные высоты над рекой Тахтамыш и держаться на них до последнего человека. Вслед за ним двинулись из лагеря остальные колонны. В это самое время пришло известие от генерала Булгакова, что он надеется к ночи быть у кубанского редута. Но жребий жребий был уже брошен. Наш авангард стоял в сильнейшем огне, и вырвать его оттуда не было возможности. Как только тронулись войска, замечал в своих записках Герман, пошел дождь. А у русских это счастливая примета, которая избылась в этот день больше, нежели ожидать было возможно. Часов в десять утра вся местность около Танлыцких и Тахтамышских вершин зачернелась массами турок и горцев. Это были главные силы баталпаши, которые приспели к месту боя почти одновременно с русскими. Боевая линия турок растянулась до самой речки Тахтамыш и встретила русских сильнейшим огнем из тридцати орудий. Против них выдвинута была батарея майора Афросимова. Два часа продолжалась жестокая канонада. Наконец Афросимову удалось подбить неприятельские орудия и турецкий огонь приметно стал ослабевать по всей линии. В то же самое время черкасская конница черкесская стремившаяся обскакать русских с флангов и с тылу была разбита и прогнана полковником Будкевичем. Этим решительным моментом Герман воспользовался чтобы перейти в наступление. Драгоны полковника Муханова стоявшие на правом фланге первые понеслись в атаку и врезались в неприятельскую пехоту. Их поддержали игеря Беервица. В то же время наш левый фланг под начальством полковника Чемоданова потеснил правое крыло неприятеля а удар бригадира Матсена в центре решил победу. И 40 тысяч турок и черкесов на голову разбитые тремя тысячами русских обратились в бегство бросив лагерь обозы и артиллерию. Но самым важным результатом этой победы было пленение Баталпаши. Как только началось преследование Донской казачий полк под командой 18-летнего юноши войскового старшины Луковкина Впоследствии Луковкин войны были достойными наградами этому храброму воину. Ворвался в турецкий стан и отбил два знамени и пушку. А сам Луковкин в сопровождении своих ординарцев наскочил на Сироскира и взял его в плен вместе со всей свитой. Ожесточенные казаки рубили всех и, вероятно, Баталпашу постигла бы та же участь, если бы не спасли ему жизнь подоспевшие Игоря Бербца. Баталпаша провел в плену девять лет. Он долго жил в Крыму и выехал оттуда только в 1799 году, когда Турция верила ему начальство в Анатолии. Он довольно чисто говорил по-русски и оставил Россию с ожалением. Потеря неприятеля была громадная. И считалась тысячами убитых, так как малочисленность русского отряда не позволяла ему брать пленных. Со стороны русских общий урон не превышал полуторасто человек убитыми и ранеными. Так кончился день, который останется навсегда памятным в истории Кавказского края. Впоследствии близместо этой славной битвы была основана станица хоперского казачьего полка, которая в честь ее и названа Баталпашинской. Зисерман в своей истории Кабардинского полка справедливо замечает, что станицу следовало бы назвать не Баталпашинской, а Германской по имени победителя, а не побежденного. Остатки турецкого войска, бежавшие от каменного брода, были добиты окончательно кубанским корпусом барона Розана, встретивших им на левой стороне Кубани. В этой экспедиции Нижегородский драгунский полк под начальством князя Фербатова разыскал и сжег все магазины и провианты, заготовленные в аулах для турецкой армии. Горцы, не успевшие предупредить набега, отрезали, однако, драгунам отступление и окружили их в тесном горном ущелье. По счастью, нижегородцы, не потеряв присутствие духа, спешились и проложили себе дорогу штыками. Впоследствии Герман, указывая причины поражения турок, писал в своих записках следующее. Первая и главная ошибка Батал-Паши состояла в том, что он остановился на Кубани и без всякой надобности потерял целые три дня, в продолжении которых мог бы быть у самого Георгиевска. Тогда, хотя бы турецкая армия и была разбита в полевом сражении, все-таки большая часть Кавказской линии едва ли была бы спасена от погрома. Во время сражения турки также сделали три важных ошибки. Они не употребили всех своих сил, чтобы отбить у нас Тахтамышские горы, пока мы не успели еще на них утвердиться, не заняли высот, лежавших у нас на левом фланге, которых бы не могли занять по своей малочисленности. И, наконец, приняли бой на такой невыгодной местности, где артиллерия им их не могла нанести нам значительных потерь. В свою очередь и мы, замечает Герман, не были безупречны в своих распоряжениях. Так, например, мы знали и знали довольно верно, что Батал-Паша стоит на лапе, а между тем не только не позаботились сосредоточить все свои силы, а напротив отправили целый корпус за Кубань, где он простоял без всякой пользы. Мне также, говорит он далее, не следовало бы бросать свою позицию у кубанского редута. Я этим открыл Кубань и при других условиях мог подвергнуть нашу границу чрезвычайной опасности. Блистательная победа над 40-тысячной армией, которую турки собирали два года для нанесения русским решительного удара, и имела громадные последствия для края. Она не только загладила дурное впечатление, произведенное неудачным походом Бибикова, но и утвердила надолго среди кавказских племен убеждения в непобедимости русских и подготовила падение Анапы. Императрица Екатерина пожаловала Герману за этот подвиг орден Святого Георгия Второй степени, даваемый в весьма редких случаях и пятьсот душ в Полоцкой губернии. Храбрый Луковкин был награжден премьер-майорским чином, а Бе Бервиц, Чемоданов, Будкевич и Муханов получили ордена Святого Георгия Четвертой степени. Умирающий граф Де Бальмен имел утешение, получив известие об этой победе за несколько часов до своей кончины. Дрожащей рукой он подписал последнее донесение свое к императрице и в тот же день 1 октября 1790 года скончался на 49 году от рождения. Имя графа теперь почти никому неизвестно на Кавказе, но оно заслуживает памяти как имя главнокомандующего смутное и богатое событиями и результатами время, когда положен был конец горделивым замыслам порты, стремившейся не спровергнуть на Кавказе русское владычество. Смерть графа Де Бальмена прошла до такой степени незамеченной, что даже могила его, могила главнокомандующего всеми кавказскими войсками, долгое время оставалась неизвестной и уже нашему поколению принадлежит честь открытия ее. В Георгиевске, в полуверсте от предместья, называемого Тифлисской Слободой, на юге запад от крепости есть небольшое, давно покинутое кладбище, состоящее из нескольких могил. Почти уже сравнявшихся с землей три-четыре надгробных памятника, полуразрушенных временем, уныло смотрят своими остатками и старое грушевое дерево, тоже иссовшее и одиноко сторожит приют забвения и смерти. На одной из этих могил долго лежала разбитая пополам чугунная плита, не привлекавшая к себе ничего внимания. Но в 1858 году бывший тогда полицмейстером в Георгиевске Федоров случайно прочитал на этой плите здесь погребено тело командующего кавказским корпусом графа Антона Богдановича де Бальмена. О своей находке Федоров немедленно сообщил в Тифлис. И князь Барятинский бывший в то время кавказским наместником пожелал почтить память своего отдаленного предместника. Он приказал возобновить могилу покойного графа поставить на ней памятник и устроить вокруг него решетку из старого оружия и чугунных пушек хранившихся в Георгиевском арсенале. Тогда же возобновлена была и трогательная эпитафия во вкусе 17 века, которая может служить прекрасной характеристикой личности покойного графа. Прохожий сказано здесь сей был твой друг ибо между добродетелями которые он почитал и которым следовал благоденя благодеяния и человеколюбие занимали в нем первейшую степень. Они были столь драгоценны сердце его, что даже в первом восторге победы он щадил кровь побежденного неприятеля. Почти же и ты сию гробницу которую супруга орошенная слезами воздвигла над ним и пожелай чтобы сей друг человечества сей достойный и добрый гражданин почивал в покое. Нам остается сказать несколько слов о дальнейшей судьбе главного героя описанных событий генерала Германа и о печальных обстоятельствах незаслуженно омрачивших на склоне дней жизни одного из лучших генералов суворовского времени. Оставив Кавказ в 1791 году Герман после недолговременной службы в войсках расположенных в Литве и Польше назначен был генерал-квартельмейстером всей русской армии. В этом звании он произвел осмотр берегов Черного моря для изыскания мер против враждебных покушений французского флота и заслужил особую признательность императора Павла I. Император предназначал его даже для командования русскими войсками в Италии. Но за назначением туда Суворова Герман произведенный в генералы от инфантерии получил в команду десантный корпус которому было поручено вместе с англичанами очистить Голландию от французов в то время как Суворов должен был очистить от них Италию. Последнее отделение десантных войск при которых находился сам Герман высадилось на берег в месте расположения английских войск в окрестностях Бергена вечером 7 сентября 1799 года. На вопрос одного из своих генералов где остановить полки Герман лаконично ответил на плечах французов приходилось действительно там останавливать их потому что главнокомандующий союзными войсками герцог Йорский назначил общую атаку неприятельской позиции на другой день 8 сентября с рассветом говорят однако что герцог узнав о поздней высадке русских предложил отменить диспозицию чтобы дать время войскам отдохнуть и приготовиться к бою Герман ответил что находит это ненужным и он был прав как показали последствия войска дрались с таким увлечением которое исключало всякую мысль об усталости и отдыхе и если геройские усилия их не увенчались успехом то причину этого нужно искать скорее всего в характере и действии союзников ночь предшествовавшая кровавому бою как нарочно наступила темная ненастная тучи заволокли небо шел дождь а русские усталые еще не оправившиеся от трудного морского плавания вовсе не ложились спать ожидая рассвета с которым должна была начаться атака герман между тем взвесился с шансы предстоящего боя он понимал что перед ним была не турецкая орда которую он разбил на кубане а опытные закаленные в боях французские полки но так как численность французов не превышала русские силы то весь вопрос сводился для него к тому как бы скорее и с наименьшей потерей добраться до неприятельской позиции о том же что неприятель мог дать отпор и устоять против штыкового удара ему не приходило и в голову зная далее что ему предстояло начать движение по двум плотинам под сильнейшим картечным огнем неприятельских батарей он прежде всего хотел избежать потерь сопряженных с открытой атакой теснин среди белого дня и решился произвести внезапное ночное нападение с этой цели он вопреки диспозиции повел свои войска за два часа до рассвета под покровом ночи войска атаковали неприятеля с таким необычайным мужеством что выбили его моментально из трех позиций взяли штыками несколько батарей завладели тремя укрепленными деревнями и ворвались в Бергер ключ неприятельской позиции весь бой происходил на протяжении 15 верст 14 отбитых пушек 1000 пленных и более 2000 убитых неприятелей служили доказательством предусмотрительного расчета генерала Германа достигшего столь блистательного успеха с потерей лишь нескольких человек убитыми и ранеными в Бергене успехи русских однако же остановились англичане не приходили на помощь так прошло 4 часа французы между тем успели стянуть сюда значительные силы и сами перешли в наступление тогда в небольшом и тесном городке произошла ожесточенная битва французские колонны с разных сторон повели атаку и им удалось наконец ворваться на площадь дело кончилось тем что из всех трех командовавших генералов жеребцов был убит картечью судгов ранен а сам корпусный командир отрезанный от войска внезапно очутился в плену потеряв начальников русские войска смешались и отступили оставив в руках неприятеля знамя и 12 орудий только к 11 часам утра подошли наконец англичане но восстановить проигранную битву для них не представлялось уже возможным главное несчастье для нас писал герцог Йоргский в своем донесении заключалось в потере храброго Германа который пользовался таким уважением и доверием войск останься он цел он дал бояной оборот сражению французы также оправдывали Германа приписывая поражение его единственное тому что англичане выставив русских вперед не поддержали их своевременно но несмотря на все эти отзывы иностранцев не скрывающих изумления стремительной и бурной атакой русского корпуса император Павел огорченный первыми дошедшими до него известиями отдал приказ об исключении Германа со службы пленный генерал содержался в крепости Лиле на просьбу об освобождении его под честное слово французский военный министр Бертье ответил что Герман может быть отпущен не иначе как по возвращению во Францию всех генералов взятых в Италии пораженный своей фатальной неудачей Герман впал в глубокую задумчивость перешедшую в тяжелую нервную болезнь едва не стоявшую ему жизни по заключению мира он возвратился из плена был снова зачислен на службу и вскоре умер в Петербурге обвинение в неудаче голландского похода и до сих пор тяготеет еще на памяти доблестного генерала под обаянием славы итальянских побед Суворова современником Германа естественно было ставить ему в укор несчастную случайность созданную медлительность медлительностью союзников но потомству ближе знающему дело можно быть беспристрастнее и отдать должное храброму энергичному генералу и в самом поражении доставившему славу и блеск русскому оружию генералу